МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! В российском академическом русском драматическом театре готовится новая премьера. Мои гости – это режиссёр, который готовит этот спектакль, и ведущая актриса Сталина Васильевна Логошняк и режиссёр Виктор Смирнов. В общем-то, по этому поводу, конечно, Виктор, вы, наверное, что-то будете говорить и скажете, но я хочу, чтобы нечастая и очень значимая для меня гость, а сейчас присутствует в студии, это Сталина Васильевна Логошняк. Не хочу говорить такое слово «ветеран Сталина», «бог его», да это вообще слово такое не может, никакой не ветеран, да не ветераны мы, мы действующие, нормальные, с сознательным разумом, ведущая, и тем более, я про себя не скажу, а вы ведущая актриса, где только не работаете, всем нужны на расхват. Поэтому я хочу, Виктор, попросить вас, чтобы вы помогли мне, и мы хорошо поговорили и о вашем спектакле, и о творчестве, и жизни Сталины Васильевны Логошняк. Тем более, я тебя знаю, сколько ты же играл вместе с ней в русском театре, правда же? Ну, давай начинаем. Что вы сейчас делаете? Ну, у нас сейчас пьеса «Моя любимая, Ася Котляр», «Последняя любовь Сонечки Бейм», это основанная на реальной жизни еврейки, актрисе, которая волей судеб оказалась в конце жизни в пансионате для людей пожилого возраста, не совсем здоровых, которая живет в своем вымышленном мире, и которая встречает свою последнюю любовь намного моложе ее, которая искренне влюбляется в нее, Вася, и он как бы скрашивает последние дни ее жизни. Вот такая вот, такая вот пьеса. Сталина, вы с удовольствием легла вам эта роль на вашем душе? Вы знаете, Витя, ну, я знаю тоже Котляр по его аматорскому театру, она мне очень нравится, очень интересный автор. Витя втянул меня в эту авантюру, в хорошем смысле. Ну, я понимаю, да, кавычка. Я, конечно, согласилась, должна сказать, что очень сложный материал, потому что сколько я работаю в театре, столько никогда я не видела, не читала таких пьес, никогда не соприкасалась, и мои коллеги не соприкасались с таким материалом. Материал очень интересный, очень сложный, и сложная еще работа сложна тем, что у нас сейчас готовится сразу несколько спектаклей, несколько работ, причем выездные спектакли, концерты, времени очень мало, хотя нас в спектакле занято всего 4 человека, но мы работаем так. Есть Соколова, мы с ней проходим все сцены. Есть Дарина Пундева или Даша Шах, значит, мы проходим все сцены с ней. Есть актер Рома Шворок, есть он, мы проходим все сцены с ним. Нам нужно собирать спектакль, как одно за другим должно идти, а мы никак еще не можем этого сделать, потому что вот вчера. Так, и времени мало осталось, да? Ну, времени просто нет. Восемь дней. Времени просто нет. Ну и что, восемь дней есть, а до семнадцатого числа режиссер ни Рому, ни Дарину мне не дает, то есть нам не дает. Так что, как это будет, я попрошу зрителей быть к нам снисходительными, учитывать то, что мы живем с вами, дорогие наши николаевские зрители, одним дыханием. Мы дышим, свои чувства передаем к вам, а вы свои впечатления отдаете нам. Поэтому вы соучастники этого действия, и я хотела бы попросить вас, чтобы вы действительно были соучастниками нашего спектакля. Я думаю, что все будет нормально, потому что, конечно, мы очень волнуемся, как никогда. Актеры всегда волнуются, выходя на сцену перед зрителями, а в этом материале особенно я очень волнуюсь. Времени нет, но посмотрим. Давайте немножко переведем это в шутку. Вот так вот, вы понимаете, ну что такое театр? Да любой театр. Все равно не хватает времени, да? Все равно не хватает того всего. Но не настолько. Ну, ты его колоссально не хватает. Да, все нервы, все на свете. А потом хоп, и спектакль выходит. Тут очень главное, как он, я не даром сказал, как он на душу вам лег, с удовольствием ли вы это чувствуете, что вы, ух, будет праздник, когда вы идите на сцену, да? Ну, я не знаю, я думаю, что для зрителей это будет праздник. Для меня это тревога, пока волнение. Вот. А думаю, что зрителям будет праздник. Сталина, вот такой вопрос вообще где-то. Вы часто садились попу на свою роль или нет? Ну, было такое. Было, да? Да. Вы можете вспомнить, почему это так случилось? Ну, у меня вот в Киеве был момент. Я поехала, пригласили меня на съемки. И я стою на остановке, ожидаю, пока подъедет машина. Так. Держу в руке текст, который мне передали, мой эпизод. И мобильный телефон у меня в руке. И что-то такое, я не знаю, вдруг у меня падает и телефон, и роль. Ну, как я в Киеве, на улице, сяду. А так что же вы сделали? Ну, я ее поднимаю, я так ее... А, приложила. Приложила. И думаю так, ну все, это все уже. Ну, так оно и случилось. Я зажатая была. Но режиссер мне очень понравился. Такой приятный мужчина. Он подходит ко мне так со спины, Сталиночка, ну что вы зажатая такая, освободитесь. Ну, начали съемку, где-то у меня там затык появился. Он говорит мне, вы не волнуйтесь, положите вот сюда текст, и там подглянете. Такого еще никогда не было, чтобы можно было подсмотреть какие-то там пару слов. Да, не разрешались, да? Не, ну просто нет. Ну, да. Невозможно. Невозможно. Не было такой ситуации. Ну, здесь ситуация, конечно, была такая. Ну, я должен сказать зрителям, что Сталина Васильевна востребована не только в Русском театре, в академическом, она очень востребована в сериалах, в фильмах телевизионных и не только художественных фильмах, в которых она уже снимается. Расскажите об этом немножко, назовите работы, в которых вы участвовали, что вы там делали, чтобы люди просто знали, где вас смотреть. Ну, вот я снялась у Оксаны Байрак 40+. Ух ты! Фикарно. Я там... У меня внучка, там они... Гадание, идёт гадание перед Рождеством. И я играла в прошлом балерину и внучка у меня. Мне очень... Вообще, я не знаю, я думаю, что всем нравится Оксана Байрак. Конечно. И мне очень нравится тоже её работа. Я вот недавно видела её фильм, просто потрясающий. И... И работать с ней было легко. С Галиной Сахно я снималась. Сериал называется «Зустрич на смуга», а моя серия называется «Пассажирка». То есть, это моя серия, большая роль. Тоже. В общем, мне повезло с режиссёрами-женщинами. Я снималась у Евы Нейман. Она снимает только фестивальные фильмы. Тоже просто потрясающий человек и режиссёр. Ну, есть что вспомнить. Это были эпизоды или роли второго плана? Нет. Роль 40+, это эпизодическая роль, а «Пассажирка» это большая роль. Это целая серия со мной. Целая серия, да? Да. Там у меня очень хорошее фильм. Мой внук и водитель такси, который меня там катал, возил туда-сюда. Ну, если кому-то интересно будет, посмотрите. Называется сериал «Зустрич на смуга», а серия моя называется «Пассажирка». Мне очень понравилось работать с этими женщинами-режиссёрами. Я хочу отметить, уже если так получилось, Сергей Крутин, наш украинский режиссёр, папа его был когда-то оператором, говорят, что очень хорошим оператором. У него я снялась в трёх фильмах. «До свидания, мальчики», там я играла секретаря НКВД, «Если бы я тебя любил», у меня там эпизод. И «Кордон следователя Савельева», там тоже эпизод, но там несколько эпизодов. Тоже очень интересно было работать. Ну, встречаешься с какими-то новыми группами постановочными, очень интересно. Я должна сказать, что практически сплошная молодёжь работает. Вот если... Особенно постановочная группа, да? Постановочная группа, я имею в виду постановочная группа. Ты имеешь в виду это, да? Да. Если есть, то звукорежиссёр, скажем так, уже чуть больше среднего возраста, а то всё молодёжь. И очень интересные гримеры, очень интересные девочки и костюмеры. То есть и везде, но во всяком случае, так у меня случалось, что были все очень доброжелательные. Семья, вот семья. Там семья, там семья, там семья. То есть всегда очень интересно было работать, и взаимоотношения складывались очень хорошие. Это физически трудно очень, потому что напряжёнка такая, надо давай-давай-давай, или это каким-то образом комфортно для вас было? Ну, вы знаете, я настолько привыкла работать в театре, и были такие моменты, сейчас нет, а раньше было такое, что в 11 часов дают текст, и в 3 часа спектакль нужно играть. Поэтому память, я говорю, компьютер мой, он не зависает. Всё нормально. А в кино они заранее передают текст, и, ну, естественно, учишь текст за всех, за всех, за всех, за всех. Поэтому, конечно, тоже очень волнуешься. Хотя кино – это такое искусство, где вот сняли эпизод, вот режиссёру что-то не понравилось, его можно переснять. А в театре уж как сыграл, так сыграл. Бывает такое, что сыграешь, а потом думаешь, эх, сейчас бы по-новой сыграть, уже бы по-другому было. Но не тут-то было. Вы знаете, вот вы рассказываете об этом, я очень, как зритель, вообще горжусь тем, что вы снимаетесь в кино, не только в театре. И мне, как режиссёру, бывает очень досадно, когда я вижу, что есть у вас в театре способные молодые актёры, которые вот там не востребованы. Как вообще попадают туда? Как у вас это случилось? У меня это случилось так. Позвонила мне из Одессы Одессы агент по актёрам и говорит, Сталина Васильевна, вот у нас уже одесские актёры поснимались, уже нужны новые лица, можно ли приехать. Я сказала, перезвоните нашему художественному руководителю, Николаю Антоновичу, если он разрешит, то, пожалуйста. Я тогда работала завтрубкой, я говорю, мы договоримся, на какое время, в какой день, я соберу всех актёров. Николай Антонович разрешил приехать, мы встретились с агентом, она пришла, я вызвала всех актёров, независимо от возраста, все пришли, она взяла у всех маленькую биографию, ну, портфолио, скажем так, нафотографировала их, они наговорили что-то о себе, вот, и она говорит, ну, Сталина Васильевна, давайте вы, я говорю, так кому я уже там нужна, не надо, я вот вам дала людей, пожалуйста. Ну, они где-то же вас видели до этого, если вам позвонили. Нет, 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 они позвонили не мне лично, а позвонили в театр, но поскольку я была завтрубкой, то Николай Антонович сказал, вот, завтрубка есть, а, понятно, понятно, понятно. Поэтому я всех собрала, она говорит, ну, да, Сталина Васильевна, давайте, я говорю, да никому я не нужна, уже не надо, она говорит, давайте быстренько, потому что у меня вот через 10 минут маршрутка, ну, я ей дала данные свои. Ну, и забыла об этом. Потом меня вызвали на съемки, потом Алену Кашевую, Ирину Венчевенгу, ну, в общем. В общем, короче, я вре. Да, ну, в общем, мы пошли. Виктор, теперь твоя очередь по театру, я специально на эту тему немножко, мы поговорили, потому что это же тоже очень важная работа. Я недаром вам задал такой вопрос, как трудно ли или комфортно. И сейчас я... Я вам скажу... Да. Я вам скажу, трудно. Трудно. Но в итоге комфортно. Когда уже сыграешь, там, 10-15 спектаклей, уже плаваешь, как рыбка в воде. Конечно же, получаешь удовольствие не от того, как ты работал, а получаешь удовольствие от того, что зрители понимают, что мы делаем. Не я конкретно, а театр, спектакль. Когда зрители там говорят хорошие слова, это приятно. Когда говорят, вот, вот мы видели спектакль, вот нам понравились те, 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 те актеры, называют, я не имею в виду себя, называют, там, Алену Кашевую, Людмилу Соколову, Гашинскую Лидию, Астафичука, нашего народного любимого артиста. Тогда, знаете, как приятно, очень приятно. Виктор, сейчас, я думаю, ты найдешь какую-то такую теплую историю из театральной жизни, но потом ты расскажешь. А я, прежде чем мы пойдем говорить, о работе в вашей в Русском театре, расскажу такой случай. Я же вам не даром спросил, как тяжело или не тяжело. Потому что, вот стоит оператор сейчас, Виктор Едокимов, вот за той камерой, он берет вас сейчас здесь вот крупно, показывает, а он мне рассказал такую историю. Дело в том, что он работал уже у вас с заведующим, постановочной частью, да? И вот был такой спектакль «Берег». Да. Был такой? Да, был очень давно. Вы, Бондарева, да? Да, 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 да. Тогда очень популярный был этот драматург, и вы играли это все на гастролях в Витебске. Нет, я не играла в этом спектакле. Пименов ставил, по-моему. А в каком вы спектакле играли? Мы сейчас проверим, в каком вы спектакле упали с мостков и потеряли сознание. А, это «Живи и помни». «Живи и помни», да? Да, Геннадий Петрович Пименов ставил. Что ж ты, Виктор, меня так подманул, а? Я ж при этом не присутствовал. Это был берег. Нет, это «Живи и помни». Но это не имеет значения. Я в береге не играл. Это не имеет значения. Шла речка. Да. был установлен. Выйди немножко ты за кадром, выйди. И я по станку поднимала. Я должна стать на эту площадку. Да. Это был берег. Привязан к станку речка привязанная. Ну, очень короче говоря, на высоте где-то трех метров. Вращается сцена. Это коротко только, коротко. Очень коротко. Тяжелейший этот помост, то есть начинает переворачиваться, когда солина выходит на его край. Так. А он не закреплен оказался. Так. И то есть ее сейчас накроет. А внизу всякие штыри. И ничего не остается, как только прыгать туда вниз. Так. В общем, прыгает и теряет сознание. В это время дается занавес, потому что почувствовали, что что-то такое нехорошее произошло. Я бегу туда, потому что сердце замирает. У меня трое маленьких детей, а отвечаю я за то, что там не закреплено. Сталина открывает глаза, а у нее из-под век сочится кровь. Я думаю, ну все, приехали. Ее забирают, и мы едем вместе с ней в скорой помощи. В скорой помощи. Ее просвечивают рентгенами, всем на свете. Это оказываются большие ушибы. А роль комедийная. И вот она доигрывает. Все зрители подумали, что это был просто антрак. Подуманный антрак. Закрыли занавес. Да, закрыли занавес, антрак. И доиграть весь этот спектакль. А потом долгое время Сталина была на больничном. Так. Ну вы это вспомнили или нет? Ой. Я вспомнила. Это совсем был никакой не берег. Это был живее помни. И я когда встала вот так вот, он на меня пошел. Я упала. Так. И думаю, как же мне теперь быть? Ага. Я по-пластунски там как-то попыталась. А Геннадий Петрович, он был в черном одет. Он оттуда выходит и меня вот так вот вытащил за кулисы. Да, 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 да. Закрылась занавес. Потом, да, мы ездили в больницу, ну, в общем, ну, конечно, больно было. Да. Комедийная роль. Ну, она... Характерная. Она характерная, потому что там элементы и трагедии, и комедии. Ну, как в жизни. В жизни же и трагедийные, и комические ситуации бывают. Так и у нас. Да, Виктор, ну, теперь тебя... Давайте поговорить со своей партнершей, или как это можно называть, с коллегой по театру. Вместе работали. Актером ты работал. Она актрисой всю жизнь работала. О чем можно говорить? Ну, обо всем можно говорить. Все в моей жизни светлое, все мои начала светлые, связаны со Сталиной Васильевной, допустим. Первая, самая-самая моя первая роль, я пришел в театр, Анатолий Яковлевич Итком меня взял. Я там из своей несобранности не понял, кого я где играю. В итоге я оказался в Пьеро. Это была новогодняя сказка «Приключения Брутина в новогоднюю ночь». И вот я узнаю, а я, ну, до этого я был фанатом театра, я ночевал в нем. Все спектакли, в принципе, я знал. Я был влюблен в Сталину Васильевну, она играла в том репертуаре, тогда была гол допоминальная. А что ты мне не говорил никогда? Олимпийки. Это и так видно. Олимпийки. Я вот все эти спектакли знал. И тут я узнаю, что я танцую и играю в дуэке. Получается, Сталина Васильевна играла Артемона. И знаете, тут такой, я себя считаю свободным человеком, а это был внутренний паралич. Мы вальс вдвоем танцевали. Я помню, как я боялся, у меня пот, наверное, не знаю, где он только не выступал. И вот она меня учила расслабляться на сцене. Вот эта школа театра. Я помню, Алеша Ванюшина, она мама, а я Алеша. У нас была очень, меня сцена любил, когда я перед ней на коленях деньги прошу, как бы извиняюсь за то, что я такой, и она меня любит. Вот этот образ матери, знаете, он всегда шел вместе. Какой-то завтруппой она была там, ругала, защищала. Театр слова Даруна Кнеба, это она вытолкнула. Она приехала, до встречи мы сделали, она сказала, что вы тут сидите? Ну давайте, выходите. И тогда это был 2009 год, мы в Южной Маске влились и пошли, 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 пошли опять же с ее подачи. Поэтому все мои премьеры, все мои работы, я как бы, ну, как экзамен я ей сдаю, что ли, потому что я стараюсь оправдать ее доверие. Ну, она нам поверила, я не имею права подвести ее. А Сонечка Бейм, когда Катляр мне прислала эту пьесу, когда я только прочитал, я сразу Сталина, то есть, ну я бы ее не ставил нигде, если бы не согласилась играть Сталина Васильевна и Логашняк. То есть, ну, когда зрители увидят... Билюдочка Соколова. Да, ну, две актрисы, которые вот, я единственное вопрос, я говорю, Сталина Васильевна, я не знаю молодежь театра, ну, вот, как бы я не работаю в театре, мне очень сложно. Говорил, вы можете мне помочь вот на Василия и на Ванечку подобрать актеров? А вот Соколова и Логашняк, это, ну, больше, вот, ощущение, что Катляр с них писал эту пьесу. чтобы зритель понял это. Ну, да, действительно сложный материал. Сталина Васильевна немножко, как бы скромно сказала, она практически все время на сцене. У нее там маленький буквальный эпизод, где ее нет. Она все время на сцене. Это нагрузка и на память, и на физические действия. Это и психологическая нагрузка, потому что драма со вставками комедии. И это еврейка-актриса. Это все равно вот этот притаманный, да, по-украински. Что, вы делаете какой-то, вот, она говорит, изысканно на русском языке. Она и там говорит изысканно на русском языке. Но, но там она говорит о том, что она еврей. Она защищает свою национальность, о том, что евреи не плохие люди. Вот, как бы, ну, это надо будет видеть. Вы понимаете, я прекрасно понимаю, как ей тяжело. И, ну, вот, мое мнение, моя жизненная позиция, что нет плохих спектаклей, есть плохие режиссеры. И, прежде всего, я понимаю, что это моя ответственность. Я прекрасно понимаю, что, что бы ни получилось, не дай бог, что-то будет плохо, виноват только я. Никто другой. Поэтому, естественно. Но, что хорошо работать с актерами. да, отличие, а там аматоров, и актеры, они всегда в поиске. Они на сцене, я на них говорю, капуши такие, они копошатся вот где-то. Я все время, садись на Васильеве. Садись на Васильеве, вы должны были, а я пробовала. Вы должны были там стоять, а я пробовала. Поэтому я часто молчу, и думаю, там говорю, закрепите, вот, давайте так. Я говорю, конфетка за вот это. Конфетка, я в последнее время стал ходить на репетиции с конфетами. Ну, давай, у нас минута осталась, полторы. Расскажи, что-то под самый конец, чтобы душу согрелась, театральной жизни, веселая. Ой, веселая. Я не знаю, веселая. Только не длинная. Ну, я не знаю, веселая, даже сейчас не скажу. Вот сейчас у нас работает студия детская. Для меня это самое веселое, потому что это люди, это дети, от которых я черпаю энергию. Кстати, они будут задействованы в этом спектакле. Мы не скажем где, это будет сюрпризом. Но это, у меня всегда дети, они меня окрыляют. После них хочется жить, летать, парить, и делать что-то светлое ради тех же детей. И это будущее, я надеюсь, как минимум, николаевские интеллигентные актеры, как максимум, хорошие актеры театров Украины и зарубежья. Вы что хотите сказать? У вас полминуточки есть. Я хочу сказать, я очень люблю Николаев. Я живу здесь с 66-го года. Я очень люблю этот город. Он родной мой, этот город. Я очень люблю всех зрителей, которые к нам приходят в Украинский театр, в наш театр. Есть люди, которые любят и украинский театр, и наш театр, и театр кукол, прекрасный театр кукол. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам хорошего настроения. Я желаю вам... Ну, чего пожелать? Ну, вот всего, что можно пожелать людям, что можно пожелать себе, что можно пожелать своей семье. Вдохновения, хорошего настроения, хороших впечатлений. Приходите, любите наши театры. Наш город, в общем-то, небольшой. Нас актеров мало. Я уверена, что многие жители нашего города знают всех артистов украинского, русского и театра кукол. Мы вас любим. Приходите к нам. Ну, аналогично, как говорят в простонародье. Вот я бы хотел вам то же самое сказать. Вот так вот, вы уже сказали. Вот точно так же. Пойдем 23-го в 6 часов смотреть ваш спектакль в русский театр. Это еще и день рождения Сталина Васильевна. Да ну ладно. Я уже сказал. Вот это все. Хорошо. Хорошо. Все. Все. Остановились на этом. Закончили передачу. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Спасибо, что пригласили. Субтитры подогнал «Симон»!